Сегодня у нас с вами на повестке дня новая коробочка Life Ferry И если вы даже коробочки не очень любите, все равно я вам советую остаться дальше, посмотреть видео до конца Потому что здесь есть несколько продуктов, которые очень интересны И даже если вы не собираетесь заказывать эту коробочку, то может быть посмотрите эти продукты по отдельности Возможно они вас заинтересуют И перед тем, как мы с вами приступим, вот этот макияж я сделала ко дню Святого Валентина И он выйдет в понедельник, поэтому обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны Для того, чтобы этот макияж ни в коем случае не пропустить А если вы уже подписаны, то нажмите колокольчик, который находится возле кнопки подписки И тогда YouTube вас сразу же оповестит о выходе моего нового видео И таким образом вы сразу же сможете его посмотреть и не пропустить среди своих подписок Ну и давайте приступать, сейчас буду открывать эту коробочку Я уже здесь покопалась, естественно, посмотрела, что здесь находится в этом месяце И несколько продуктов меня действительно удивило, потому что далеко не все марки мне знакомы были Вернее, мне знакома была, по-моему, одна марка из всех, которые здесь представлены И она меня как раз-таки не сильно удивила, а вот остальные, можно сказать, были для меня открытием Давайте начну с того, что мне понравилось больше всего в этой коробочке Среди всего прочего здесь вот такой вот скраб для тела Это компания Душка, скраб-жвачка И я сначала думала, что скраб-жвачка, вот именно вот это название заключается в его запахе Потому что пахнет оно действительно такой умопомрачительной какой-то жвачкой из детства Выглядит этот скраб достаточно стандартно, то есть когда на него смотришь, даже не заподозришь что-то неладное И когда я им пользовалась, я действительно поняла, в чем, собственно, эта жвачка Потому что вот эта консистенция, она такая же тягучая, как жвачка То есть когда вы ее достаете, видите, она вот такая вот, как жвачка по своей консистенции Безумно просто какой-то интересный продукт И самое-самое приятное здесь то, что только из натуральных составляющих состоит этот скраб И еще он сделан в Одессе Поэтому просто вдвойне приятно поддерживать этот продукт и рекомендовать его к покупке Я вам гарантирую, если любите скрабы для тела, это вам точно понравится Потому что и текстура очень необычная, приятная, и справляется с работой хорошо И, в общем-то, все в нем хорошо Еще одним классным открытием для меня стал вот этот крем Здесь это полноценная версия, насколько я понимаю Это крем для ног Компания, которая выпускает этот крем, называется Космистик Я никогда о ней не слышала, это израильская фирма И здесь написано, что крем для ног подарит тебе надежную защиту и увлажнение С ним твои ножки будут всегда в идеальном состоянии Средство поддерживает водный баланс, кожного покрова Ла-ла-ла-ла-ла-ла, в общем-то увлажняющий крем для ног Я особо много не ожидала от этого крема Но я после душа вышла, решила его протестировать И мне он настолько сильно понравился Он настолько хорошо увлажняет кожу У меня еще дня три после этого кожа на ногах была просто бархатистая Я нанесла именно не просто на стопы, на пятки, а именно по длине ног Коленки тоже хорошо так намазала И такая приятная бархатистая кожа была Просто безумно мне понравился этот крем Однозначно он меня впечатлил Потому что раньше такого я не наблюдала Обычно кремом или баттерами какими-то намажешься Пару часов кожа приятная бархатистая А потом все опять то же самое Поэтому вот этот крем мне очень понравился Следующее, что мне здесь попадается Это вот такие румяна от Victoria Shoe Барселона Называются эти румяна Trendy Color И вот такой вот у них оттенок К сожалению, потестировав эти румяна несколько раз Не могу сказать, что они мне понравились Они очень сложные как в растушевке, так и в принципе Вот этот оттенок тоже очень сложный Потому что это и не бронзер, и не скульптор, и не румяна Вот как-то вот все вместе, как будто этот оттенок В себе пытается сочетать Но как бы это несочетаемые вещи С какой-то стороны Поэтому очень сложный оттенок Он у меня ложится больше пятнами И такими как кирпично-рыжими вот такими пятнами Поэтому не совсем не понравился Вернее, вообще не понравился мне этот продукт Может быть попробую в качестве теней И будет работать лучше Но пока, скажем так, палец вниз И еще одна штука именно из декоративной косметики Здесь у меня это рассыпчатые тени Вернее, минеральные тени для глаз И оттенок у меня Seashell И марка этих теней называется Nuity Ньюти, наверное, я не знаю точно, как это прочитать Минеральные тени здесь тоже, насколько я вижу Это полный размер Это польская марка Здесь все достаточно стандартно То есть стандартная упаковочка Оттенок очень приятный То есть это такой вот жемчужный перламутровый оттенок Немножко с розовинкой Приятный оттенок Буду 100% пользоваться Минеральными тенями я люблю пополнять коллекцию косметики Потому что в минеральных тенях есть оттенки очень уникальные Вот у меня, например, есть несколько пигментов Tami Tanuka И я их так, скажем так, придерживаю на такой вот особый случай Потому что пигменты там есть просто действительно уникальные И такие текстуры, и такие переливы, и такие дуохромы В прессованных тенях найти очень сложно Вот этот цвет, он нельзя сказать, что сложный Но он очень применимый для повседневного макияжа Поэтому, если у вас это в коробочке попадется, я уверена, не заваляется Еще одна штука, которая у меня здесь лежит Это укрепляющий крем-гель для зоны декольте, насколько я понимаю И марка это Calistar Calistar достаточно дорогая марка уходовая У меня этой марки в уходе никогда не было Но вот конкретно вот этот крем-гель Особо, в принципе, по назначению я его точно использовать не буду Потому что разницы я, скорее всего, не увижу Но я несколько раз попадала на такую информацию, что вот такой вот тонизирующий, да Вот как бы укрепляющий тонус крем можно использовать на пятой точке И это работает тоже очень хорошо Я попробовала намазать себе пару раз вот там вот И приятное ощущение, такое немножко как прохлады какой-то Ну, вряд ли у меня прям там бешеный какой-то тонус появится Особенно если учитывать тот факт, что я вообще никакой физической нагрузкой не занимаюсь Поэтому не знаю Ну, протестировать можно Я не знаю, придумала это я или нет Но я сто процентов это слышала Если вы это тоже слышали, прокомментируйте в комментариях И напишите, может быть, у вас какой-то был с этим опыт У меня пока не было с этим опыта Я вот попробую использовать, вдруг будет работать Если будет работать, так вообще просто замечательно Последнее, что мне здесь попадается И этого нет в описании Я, кстати, тут вот периодически смотрела на листочек Где описывается вся эта косметика, которая в коробочку входит Вот такой вот саше у меня тоже попалась От Leorex Это маска для лица Я загуглила эту маску Это тоже достаточно дорогой бренд То есть полноразмерная там упаковка с этими масками Стоит, по-моему, где-то порядка 100 долларов Если я не ошибаюсь То есть дорогая, в принципе, маска И здесь вот у меня попался такой вот один саше Я сделала все, как там в интернете было написано То есть сначала на влажное, очищенное лицо нанести маску Подождать, пока засохнет Потом струсить вот этот вот верхний засохший слой И оставить еще на час И эта маска, кстати, я не сказала Она для проблемной кожи То есть она убирает, должна убирать все прыщики Очищать кожу должна И у меня как раз было отличное время это все протестировать Потому что в последние недели-две у меня кожа почему-то очень сильно испортилась Появились прыщики по всему лицу И я думаю, как раз отлично протестирую Вчера я пользовалась этой маской Сегодня, ну, я не могу сказать, что я проснулась прям Там, я не знаю, с чистейшим лицом без единственного недостатка Но ситуация стала получше однозначно То есть все вот эти вот такие вот воспаленные именно процессы Они как-то стухли немножко И вот сегодня под вечер Вот я сейчас снимаю уже темно полностью на улице Я наносила макияж И в целом как бы макияж лег достаточно приятно То есть вот видно, что лицо уже не такое воспаленное, как оно было вчера, например Поэтому для тех, у кого проблемная кожа, возможно, это вариант Почитайте отзывы в интернете Может быть, вы таким образом сможете определиться Мне по одному единственному разу сложно вам это рекомендовать Потому что продукт действительно очень дорогой Но я вам рекомендую почитать в интернете отзывы Если кто-то пользовался этой маской Тоже напишите комментарий внизу Я думаю, для тех, кто заинтересуется Будет интересно услышать отзывы какого-то живого человека Кто этим пользовался Если содержимое вам понравилось И вы хотели бы заказать эту коробочку То я вам оставлю ссылку в описании И, кстати, если я не ошибаюсь Она еще недолго будет продаваться Поэтому если вы хотите получить именно содержимое вот этой коробочки То не стоит затягивать Нужно достаточно быстро оформлять заказ И на этом я буду заканчивать это видео Надеюсь, оно вам понравилось Обязательно перед уходом не забудьте поставить мне палец вверх Напишите свои комментарии внизу И мы с вами увидимся уже в следующем моем видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok